Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается додекаэдрон 2х2. Это модификация стандартного кубика рубика 2х2 в форме додекаэдра. Чаще всего может хватить алгоритмов из кубика 2х2, но есть некоторые моменты, которые вызывают трудности. Если вы умеете собирать кубик рубика 2х2, то обязательно попробуйте додекаэдрон собирать самостоятельно. Для всех остальных я сейчас подробно покажу, как это делается. Есть счет додекаэдрон 3х3 от другого производителя очень похожей формы, но это модификация кубика рубика 3х3. Отличия есть, здесь больше разрезов и голомка чуть меньше. Как и кубик рубика 2х2, додекаэдрон состоит из 8 внешних элементов и все они углы. У каждого угла по 3 наклейки. Цветов стало больше, у кубика их было 6, здесь же 12, 12, как и сторон у додекаэдра. Все этапы сборки я сначала буду показывать на кубике рубика, а потом уже на додекаэдроне. Перед тем, как перемешать, стоит обратить внимание на цвета. Если мы привыкли на кубики рубика начинать с белого цвета и здесь было 4 белых угла, то здесь белых наклеек всего две. А значит нужно выбрать какой-то цвет еще. Ну легко заметить, что кубик вот так вот вращается и цвет белый находится на одной из половинок. И рядом с белым есть желтый. Вот с бело-желтой грани мы начнем сборку. Здесь также будут добавлены синий и фиолетовый цвета. Но ориентироваться мы будем изначально на два вот этих белых угла. Причем начнем сборку именно с бело-сине-красного. Так будет немного проще. В перемешанном состоянии форма головонки немного меняется, но не так страшно, как на некоторых других. Переходим к первому этапу. В классическом кубике 2х2 на первом этапе нужно собрать первую сторону, ну к примеру белую. Это делается интуитивно, либо при помощи алгоритма под названием пиф-паф. Вот посмотрим. Три белых элемента стоят рядом. И кажется, что можно сюда поставить четвертый. Но если следовать методу для начинающих, здесь должны быть цвета одинаковые. Значит, пока сборка у нас не так уж и хорошо идет. Рядом с бело-синим уголком нужно поставить другой бело-синий. Для начала его нужно найти. Ищем его сверху. Сверху такого нет. Ищем в других местах. Он нашелся вот здесь. Где бы он не нашелся, его надо поднять на верхнюю грань. Вот с этого мы начинаем сборку. Его держим снизу, слева, спереди. А следующий просто поднимаем наверх. Вот он. Отсюда его можно поставить рядом. И теперь вот эти два элемента стоят хорошо. Рядом с этим должен быть бело-красный. Сейчас он удобно стоит. Давайте посмотрим, где он еще может быть. Может быть здесь. Тогда, если у нас собрано пока только два, можем его просто вот так вот опустить. Может он быть здесь, но в таком виде, белым цветом вверх. Если мы его опустим вот так, то цвета не будут совпадать. В этом положении можем отвести его вот сюда. И отсюда вот таким движением поставить на место. И цвета будут совпадать. Также может располагаться здесь, но вот так. То есть белым цветом направо. И тогда нам пригодится тот самый пиф-паф, о котором я говорил. То есть если нужный цвет, который должен быть снизу, обращен вправо, мы делаем следующее движение. Поднимаем правую грань, поворачиваем верхнюю грань по часовой, опускаем правую грань и верхнюю грань возвращаем. И вот элемент становится на место. Ну и последний уголок мы пиф-пафами будем ставить. Потому что можно, конечно, поставить вот так, но тогда вот этот элемент разрушится. А этого нам не нужно. Располагаем над своим местом и делаем пиф-пафы до тех пор, пока угол не встанет туда, куда нужно. Напомню, что кубик 2х2 состоит из 8 внешних элементов и все эти элементы углы. У них по 3 грани. Если белая наклейка обращена вверх, нужно сделать 3 пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. И тогда грань собирается. Если белым цветом обращен на нас, то можно сделать 5 пиф-пафов, либо один обратный. То есть мы сначала поворачиваем верхнюю грань, потом поднимаем правую, возвращаем в верхнюю и опускаем правую. Ну и классический случай, когда белый цвет обращен вправо. Делаем один пиф-паф. Так мы собираем первый слой на кубике Рубика. Попробуем то же самое сделать здесь. Найдем бело-синий-красный угол и рядом с ним поставим угол, у которого тоже есть белый цвет. Нам не получится найти белую и красную наклейку, так как такой уголок уникальный. Но у другого белого уголка есть другие цвета. Вот он, зеленый и фиолетовый, вместе с ним. Чаще всего можно просто вот так вот поставить рядом. Белые цвета совпали, эти совпадать не должны. Если случилось не так просто, можно поискать элемент где-нибудь еще. Поставлю в самое дальнее место. Вот бело-синий-красный. Здесь белой наклейки нет. Значит ищем вот здесь, сзади. Нашлась. И ставим поближе, чтобы белые цвета совместились. Перехватываем. Теперь у нас здесь цвет фиолетовый. Помним, что низ должен быть бело-желтым, но нам достаточно найти просто вторую фиолетовую наклейку, так как их всего здесь две. Ищем. И вот фиолетовый цвет. Пробуем поставить сразу. Не получилось. Пробуем использовать прямой или обратный пиф-паф. Хватило обычного пиф-пафа. Два фиолетовых цвета, два белых. Осталось еще один угол. И здесь мы видим тот самый желтый, с которым мы планировали начинать, вместе с белым. Сюда нужна еще одна желтая наклейка. Ищем сверху. Вот она. Ну, так мы уже ставить не имеем права, так как сзади будет ломаться. Поэтому нужно делать пиф-паф. Желтый цвет вместо белого направлен вправо. Значит, достаточно одного пиф-пафа. Получаем, что первая грань собрана. Ну, даже первый слой. Переходим к следующему этапу. Будем собирать верхний слой. В отличие от кубика рубика обычного, здесь удобнее сначала расставить элементы по местам, а потом их уже разворачивать на своих местах. На классическом 2х2 порядок другой. Для перестановки уголков на классическом кубике 2х2 в методе для начинающих я рекомендовал алгоритм из кубика 3х3. Можно использовать разные, но просто этот уже изучен, поэтому его легко применять и для 2х2. Если вы не собирали кубик 3х3, то придется его выучить. Если собирали, то просто применить. Алгоритм меняет два задних уголка местами. Удобно найти два угла, которые стоят правильно друг относительно друга. Вот, эти два угла с зелеными сторонами совпадают. И можно их пододвинуть так, чтобы одна из граней собралась. Полностью зеленая грань, остальные пока не собраны, боковые. И вот эти два угла нужно поменять местами. Располагаем их сзади, так чтобы перед нами была собранная грань. И делаем следующее движение. Правая грань на себя. Верхняя грань два раза, неважно в какую сторону. Правая грань от себя. Верхняя грань два раза, опять неважно в какую сторону. Правая грань на себя. Передняя грань по часовой стрелке. Потом пиф-паф, который мы уже делали. Правая грань на себя. Передняя грань против часовой. Правая грань дважды, неважно в какую сторону. И верхнюю грань доворачиваем против часовой стрелки. Кубик становится собран. Бывает такое, что на верхней грани нет уголков, которые совпадают цветами. Зеленый, синий. Красный, оранжевый. Синий, зеленый. Оранжевый, красный. Тогда у нас не получится поставить правильные уголки перед собой и поменять только задний. Здесь можно использовать специальный алгоритм под названием копье. Либо использовать предыдущий дважды. Берем кубик любой стороной, главное, чтобы первый слой был снизу. Делаем тот же самый алгоритм. Правая грань на себя, верхняя два раза, правая от себя, верхняя два раза, правая на себя, передняя по часовой, пиф-паф. Правая грань на себя, передняя против часовой, правая грань дважды и верхняя против часовой. Осматриваем, что получилось. Видим, два красных уголка стоят рядом. Можем их подвести к красной грани. И вот одна грань собрана, а два задних уголка нужно поменять местами. Просто из этого уже положения делаем алгоритм еще раз. На себя два раза, от себя два раза. На себя, передняя по часовой. Пиф-паф, на себя, передняя против часовой, правая дважды, вверх, доворачиваем против часовой стрелки. И кубик собран. Попробуем использовать те же алгоритмы здесь. Как определить, стоит ли уголок на своем месте. Видим вот здесь вот такую светло-зеленую наклейку и здесь такую же. Поскольку таких наклейок всего две на всей головоломке, значит, этот уголок стоит там, где нужно. Смотрим здесь. Розовый и тут розовый. Развернут как угодно уголок, но главное наличие розового цвета. Розовый над розовым, значит, стоит хорошо. Здесь видим вот светло-зеленый, а тут такого нет. Значит, этот уголок стоит не на своем месте. Здесь красный, и здесь красного нет. Значит, этот тоже не на своем месте. Ну, зато мы видим красный на соседнем, да. Этот уголок нужно переставить сюда. И светло-зеленый здесь надо переставить вот сюда. Получается, что у нас два угла находятся на местах, этот и этот. А вот эти два нужно местами поменять. Располагаем правильные уголки перед собой и выполняем алгоритм. На себя, вверх два раза. От себя, вверх два раза. На себя, передняя грань по часовой. Делаем пиф-паф. На себя, передняя грань против часовой стрелки, правая грань дважды и до ворот. Проверяем. Розовый, розовый. Зеленый, зеленый. Красный, красный. Светло-зеленый, светло-зеленый. Все углы стоят на местах. Теперь осталось эти углы развернуть. Для начала нужно понять, какие уголки развернуты правильно. Это определить легко. Зеленый с зеленым совпадают. Здесь красный с красным совпадают. Голубой и зеленый не совпадают. Здесь голубой и розовый не совпадают. Значит, два вот этих угла нужно развернуть. Но бывают ситуации, когда правильно развернутых уголков нет. И из-за этого бывает трудно ориентироваться при развороте остальных. Поэтому я сначала покажу именно такую ситуацию. Например, вот так. Видим, что все углы стоят на местах, но цвета нигде рядом не стоят. То есть розовый вдалеке от розового. Но он тут присутствует, значит уголок на месте. И нужно развернуть все четыре элемента. В такой ситуации трудно ориентироваться. Поэтому, если у вас такое вдруг случилось, я рекомендую сделать один нехитрый алгоритм, который ситуацию значительно упростит. И потом станет разворачивать гораздо легче. Располагаем собранный слой внизу. И делаем следующее движение. Из любого положения. Поворачиваем переднюю грань. И делаем два пиф-пафа. Один. Второй. И возвращаем переднюю грань на место. Смотрим, что получилось. Видим, что вот розовые стали совпадать, зеленые стали совпадать. Ну а эти совпадать не стали. Но углы остались на своих местах. Алгоритм, который я показал, в кубике 3х3 известен как галка. И используется для ориентации ребер. Но вместе с тем, этот алгоритм разворачивает четыре угла. И два из них чаще всего развернутся правильно. Такой случай не частый, но наоборот решается проще. Еще реже бывает такое, что после применения этого алгоритма у вас ни один уголок не развернется. Посмотрим еще раз. Все углы на своих местах, но развернуты неправильно. Поворачиваем переднюю грань по часовой. И делаем два пиф-пафа. Первый. Второй. Возвращаем переднюю грань. Смотрим. И все плохо. Ни один уголок не развернулся правильно. Но грустить в этом случае не нужно. Нужно просто еще раз сделать тот же самый алгоритм. Поворачиваем по часовой. Делаем один пиф-паф. Второй пиф-паф. И весь ДДК-дрон 2х2 собрался. С одной стороны кажется, что редкая и страшная ситуация, но с другой решается она наоборот проще. Но рассмотрим более часто ситуацию, когда один или два угла развернуты правильно. Покажу опять на кубике Рубика. Далее на кубике Рубика нужно развернуть верхние углы желтой стороной вверх. Сейчас вот два уголка ориентированы правильно, а два нет. Независимо от того, сколько углов правильно развернуты, это может быть один угол, два угла, все углы, либо ни одного, мы делаем одно и то же. Перехватываем кубик желтой стороной влево. То есть первый слой, который мы собирали, должен быть справа. После чего смотрим вот на этот уголок. Задний, левый, верхний. Если он повернут правильно, а желтый должен быть слева, то мы его пропускаем, подворачиваем следующий. Если нужный цвет направлен вверх, то мы делаем четыре пиф-пафа. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Четвертый пиф-паф. Уголок развернулся как надо. Не обращаем внимания, что здесь все перемешивается. Если будем делать правильно, то все восстановится. Далее, важно, кубик не перехватываем. Вот так вот делать нельзя. А просто поворачиваем левую грань на себя и смотрим на следующий уголок. Если он развернут не тем цветом, смотрим, куда направлен желтый. Если желтый направлен назад, делаем два пиф-пафа. Первый. Второй. Так делаем до тех пор, пока все углы не развернутся. В нашем случае развернуть нам было два угла. Этап завершен. Сделаем то же самое здесь, но надо быть немножко внимательнее. Если у нас нет правильно развернутых углов, то мы делаем алгоритм, который я показывал двумя пиф-пафами. Если есть хотя бы один, то мы внимательно следим за ним. Для начала опрокидываем уголонку налево, так чтобы первый слой оказался справа. Дальше ищем уголок, который развернут правильно и располагаем его сверху перед собой. После чего будем разворачивать вот этот угол. Если он, конечно, требует такого. Если у нас ситуация какая-нибудь вот такая, здесь уголок развернут правильно и следующий тоже, то мы просто перехватываем и следим за этим. Разворачивать мы сейчас будем вот этот угол. Здесь вместо желтого цвета будет оранжевый. Если оранжевый направлен вверх, мы делаем четыре пиф-пафа. Оранжевый будет не всегда, а будет именно тот цвет, который вот здесь у правильного угла. И когда эти цвета вот здесь вот совпадут, тогда мы поймем, что уголок развернут правильно. Делаем четыре пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Четвертый. Видим, здесь цвета совпали. Здесь пока размешалось, не обращаем внимания. Главное, не перехватываем и вращаем только левую грань. И на себя. Теперь у нас вот этот правильный уголок. Хотя кажется, что здесь цвета не совпадают, но правая часть пока перемешана. И мы разворачиваем теперь вот этот. До тех пор, пока вот этот с синим не совпадет. Здесь синий цвет не слева, поэтому мы не можем утверждать, сколько пиф-пафов нужно делать. Если присмотримся на предыдущие положения, оранжевый был слева, а вот этот цвет лосиний скорее сверху. Просто вращаем пиф-пафы до тех пор, пока вот эти цвета не станут одинаковыми. Делаем первый. Второй. Все совпало. Проверяем, все ли собрано. Все собрано. Выравниваем. Правая часть должна вернуться. И смотрим. Но эти зеленые не одинаковые. Выравнив неправильно. Вот. Красные, зеленые и так далее. Теперь ДДК-дрон собран. Да, мы поменяли. Этап перестановки разворота уголков. И на этапе разворота нужно быть чуть внимательнее. Но тема головоломка и интересна. Покажу пример сборки для закрепления. Найдем белый, синий, красный угол. Можно начинать и с других цветов. Я просто показываю наиболее удачный способ. Вот белый, синий, красный. Рядом с ним нужно вот этот белый поставить. Поднимем сначала повыше. Отведем сюда. И поставим рядом. Дальше нужен сюда вот фиолетовый цвет. Он, видимо, будет с желтым. Этот фиолетовый не тот. Оттенки разные. Нужен другой. Это тоже бледный. А вот фиолетовый тот, который нужен. Справа, значит, делаем пив-пав. Оказалось не так. Поднимаем. И, значит, делаем еще пив-пав. Плоскости здесь развернуты по-разному. И они неравнозначны. Поэтому при развороте иногда вот так вот можно ошибиться. Смотрим дальше. Ну, четвертый уголок встал самостоятельно. Определяем, на своих ли местах стоят верхние уголки. Вот этот точно на своем. Посмотрим еще. Этот нет. Красного цвета здесь нет. Зеленый. Светло-зеленый. Светло-зеленый. На своем. И здесь это темно-фиолетовый. А этот цветово-фиолетовый. Не одинаковый. Но он должен быть здесь розовый. Мы видим, что два угла на своих местах. А два нет. И причем в правильном уголке располагаются по диагонали. То есть этот и этот. А значит нам алгоритм на перестановке углов нужно делать дважды. Начинаем из любого положения, когда собранный слой. Снизу. На себя. Вверх. Дважды. От себя. Вверх. Дважды. На себя. Передняя. По часовой. Делаем пиф-паф. На себя. Против часовой. Правая. Дважды. До ворот. Смотрим, что поменялось. Вот этот не на своем месте. Красного здесь нет. Ну, этот остался на своем месте. Здесь розовый отсутствует. Здесь светло-зеленый отсутствует. Что-то пропустил. Получается, что у нас только один угол на своем месте. Как же так? Ну, видимо, нужно просто сдвинуть. Получаем красный на месте. Зеленый на месте. А значит, вот эти два угла стоят на местах. Этот без розового. Этот без зеленого. Значит, вот эти два угла нужно местами поменять. Обращаем правильные уголки, стоящие на своих местах, перед собой. Делаем алгоритм еще раз. На себя, дважды, от себя, дважды. На себя, по часовой, пиф-паф. На себя, против часовой, дважды, до ворот. Смотрим, что получилось. Зеленый-зеленый. Красный-красный. Здесь совпадают. Здесь совпадают. Все углы на своих местах. Из них два уже правильно развернуты. Значит, осталось только два развернуть. Прокидываем налево. Перед собой правильный уголок. Сзади неправильный. Делаем пиф-пафы до тех пор, пока вот эти цвета не совпадут. Здесь фиолетовый сверху, поэтому мы сразу не скажем, нужно два, либо четыре пиф-пафа. Можно, конечно, просчитывать, но я обычно этого не делаю. Делаю два пиф-пафа. Смотрю, что получилось. Первый. Второй. Фиолетовый с красным не совпадают. Значит, еще два. Первый. Второй. Фиолетовый совпадают. Вращаю на себя. Теперь совпадать должны вот эти оранжевые. Оранжевый слева, значит, можно по нему определять. Здесь тоже оранжевый, он сзади. Значит, еще два пиф-пафа. Первый. Второй. Верхний слой развернулся. Доворачиваем. Зеленые похожи. Ну, теперь все в порядке. Додекаэдрон 2х2 собран. Несложная головоломка в виде додекаэдра на основе кубика-рубика 2х2. Чуть сложнее классической головоломки. Собрать можно самостоятельно, обладая только знаниями кубика-рубика 2х2. Но здесь я пояснил разные тонкие моменты, которые иногда не очевидны и не всегда выпадают при сборке. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.